9 часов 12 минут в Беларуси. Это ток-шоу-будни. Здесь в этой студии, во второй части нашей программы, традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрассляции. Переходите по ссылке. Смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Калишевич. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, товарищи. Ну что ж, на старте сегодняшнего эфира поговорим о теме, которая касается нашей страны. Это, конечно же, электоральная кампания, которая, кстати, не только в Республике Беларусь, но и, в принципе, в странах СНГ. Вот поговорим об этом. Достаточно серьезно проходит, иногда сложно проходит. На данном этапе, вот мы видим, что вчера Александр Лукашенко во Дворце независимости поднимал эту тему. Тема достаточно важная. То, что касается электоральных кампаний. Вот, на ваш взгляд, главный стандарт белорусских выборов. Это, соответственно, принятому законодательству на данном этапе. Как на данном этапе ведется эта работа? Ну и какое значение это имеет вообще в целом для сохранения такого нашего электорального суверенитета? Чем слабее органы государственной власти, государственного управления, чем слабее и, так скажем, подвержена более, так скажем, серьезному воздействию законодательная система органов власти и имеет возможности влияния извне на нее, тем, так скажем, больше мы будем подвергаться внешнему управлению. В конечном итоге, вплоть до полного, скажем, подчинения третьим странам. Поэтому, конечно, это недопустимо сегодня. Мы провели, в том числе, достаточно серьезную законотворческую работу, сделав выводы и после 2020 года. Вы, я думаю, прекрасно знаете, но кто не знает, там мы еще раз напомним, что в рамках работы белорусского парламента прошлого созыва, седьмого созыва внесены соответствующие изменения в избирательный кодекс нашей страны. Значит, но сегодня, что самое основное и главное для нас и какие выводы мы сделали, как не пытались договориться, так скажем, найти общие точки соприкосновения, как всегда делают белорусы, это как это свойственно белорусской внешней политике с тем же ОБСЕ, с другими западными структурами. Мы видим, что договориться с ними, значит, работа честна, справедлива, открыта, бесполезна по любым вопросам, в том числе касательно и вопросов политических, вопросов наблюдения за выборами. Поэтому сегодня наша главная задача это вырвать четкие критерии, основанные на белорусском законодательстве, основанные на наших традициях, которые будут понятны и уважаемы теми государствами, которые, скажем, с уважением относятся к другим странам. И такого же отношения просят к себе, в первую очередь речь идет о странах СНГ и не только, и далеко не только о странах СНГ. И вот эти критерии должны лежать в основе проведения наших белорусских выборов, главная задача которых это отвечать запросам нашего населения, нашему законодательству, и чтобы действительно выборы, вмешательство в выборы было просто невозможно. Вмешиваться в белорусские выборы могут только белорусы, только белорусские граждане, те, кто здесь сегодня живет в нашей стране, делать они могут это естественным путем, принимая участие непосредственно в самих выборах. Сам процесс должен быть прозрачен, соответствовать белорусскому законодательству. И в том числе вчера на встрече с главой государства руководителей Центра избиркомов стран СНГ шла как раз-таки речь об этом. И надо сказать, что общаясь с представителями Центра избиркомов тоже вчера стран СНГ, они согласны с этим, что действительно есть такие вызовы-угрозы, они не только стоят перед нами, перед нашей страной. И страны СНГ тоже на себе ощущают подобное давление. И, конечно, сегодня мы ищем варианты того, чтобы выработать свои четкие, понятные критерии, в том числе, естественно, с особенностями, спецификами того или иного государства. Но в то же время, чтобы там были и общие основы, которые будут приниматься участниками стран СНГ. И, соответственно, на основании этого мы будем, на основании, на эти, так скажем, основы мы будем опираться в проведении наших выборов. Но, опять же, во главе угла белорусский народ. Это самое сегодня главное. Поэтому, что касается, значит, ОБСЕ, что касается западных наблюдателей, да, пожалуйста, приезжайте. К нам никаких вопросов. Но будьте готовы к тому, что ваши рекомендации, которые мы знаем, как пишутся, и неоднократно в нашей истории мы с этим сталкивались, они, скажем, можете их забрать себе обратно. Они нас сегодня, на сегодняшний день мало интересуют. У нас достаточно сегодня, значит, полномочий для того, чтобы провести в соответствии с законодательством, демократично, свободно выборы в нашей стране без какого-либо вашего вмешательства и ваших советов. Для чего же, вообще, в целом, если так посмотреть на историю участия, наблюдения за выборами со стороны ОБСЕ, для чего вообще эта миссия существует? Хотя и Беларусь туда входит. И наши наблюдатели выезжали в разные страны и тоже соответствующие выводы делают. Значит, наблюдение за выборами, вообще процесс наблюдения за выборами со стороны ОБСЕ, он начинается задолго до самих выборов. И начинается он далеко не с темы выборов, а начинается с темы торга. Вот давайте столько кандидатов вы наших пропустите, или давайте вот вы сейчас либерализируете здесь такие изменения в законодательство, значит, внесете. Когда какое-то государство идет на уступки, а это прямое вмешательство внутренних дел суверенных стран, тогда и выборы признаются, либо полупризнаются так аккуратно. Ну, играют с этими понятиями, да. Да, да, в своих отчетных докладах руководители миссии. Если же государства не соглашаются на такие правила игры, а исключительно идут по своему законодательству, опираются на волю народа, без какого-либо давления со стороны ОБСЕ, кого куда там пропустить и какой закон принять, тогда, конечно, мы с вами все лицезреем разгромный доклад, что выборы не демократичны, не свободны и так далее. Я сам лично встречался с несколькими такими наблюдателями от ОБСЕ на избирательных участках, когда был наблюдателем от Белорусского Республиканского Союза Молодежи. И вообще они с ними, они все милейшие и добрейшие люди, они все видят, смотрят, наблюдают, практически вот кто сталкивался знает, мы ничего не прячем, нет кого, они все видят. И они действительно тебе в лицо говорят, что никаких вопросов, действительно все красиво, все достойно, все в соответствии с законодательством. И заявления звучали о том, что действительно это пример для многих стран Европы и Запада, как нужно проводить выборы. А потом мы видим руководителя миссии, это последнее время в гостинице Беларусь проходило, руководителя миссии, наблюдателя ОБСЕ, который через несколько дней, якобы собрав все мнения своих наблюдателей, проанализировал их и выдает общую, так скажем, конву, общий доклад, который, как мы тоже с вами знаем, и наши спецслужбы это показывали, проследив цепочку, как это происходит, заранее написанный отчет, привезенный до того, как еще выборы состоялись. Вот он этот отчет озвучивает. Поэтому, конечно, это прямое вмешательство выборы, задача которого, такого отчета, какая первая, дестабилизация в стране, потому что на этот отчет опираются деструктивные силы, когда начинают во следующем выводить людей на улицу. Это не прямое вмешательство, прямое вмешательство даже уже не в выборы, а в управление государством и вообще в вопросы в целом существования и функционирования государства. Это в том числе на этот отчет, кто еще опирается? На этот отчет опираются западные лоббисты, западные спецслужбы, западные политики, когда вводят санкции, в том числе и в вопросах финансо-экономических конкретных корпораций. Это еще одно вмешательство в дела суверенных независимых государств. Вот для чего сегодня существует миссия ОБСЕ и их институт наблюдения за выборами. Исключительно для того, чтобы вмешиваться в дела других государств и влиять на эти государства. Потому что они нас не считают с вами за суверенные независимые государства, они считают нас за случайность, которая появилась на политической карте мира. И потому ведут в отношении нас себя так. А вот если мы, наши наблюдатели, когда ездили в составе миссии ОБСЕ, наблюдать за теми же выборами во Франции, в Германии, в другие европейские государства. И там начинаем говорить, так друзья, посмотрите, вот же, тут же не соответствует, у вас же этих на участки не пустили, вот у вас граждане здесь не смогли проголосовать. То есть есть конкретное нарушение. Конкретное нарушение. Это все нормально. Никаких вопросов. В общей конве мы посчитали, посмотрели, это демократия. А не дай бог заикнуться про то, что в Америке не народ выбирает президента, а какие-то выборщики. Кто это такие вообще на основании чего-то, какие-то правила. Нигде в мире такого беспредела и бардака в избирательной системе нет, как в Соединенных Штатах. Когда там только 561 человек выбирает президента. А люди просто, так скажем, картинку создают, образно говоря. Так система построена, идя на участке, которую мы с вами все видим по телевизору. Ну реально выбирают выборщики, все это знают. И как только кто-то начинает говорить с нашей стороны о том, что это не демократично. Значит, естественно, нам сразу же затыкают рот. Но мы не пытаемся сейчас вообще в целом говорить об этом. Это их суверенные дела, это их право, это их традиции. Пусть они движутся куда хотят. Мы, самое главное, не должны позволить вмешиваться им в наши дела. И использовать нас, как они, к большому сожалению, сегодня используют Украину и другие страны. Кстати, еще важная тема. Тема, конечно же, соприкосновения с молодыми избирателями. Глава государства тоже ее поднял. И опять же, цитата. Молодежь является, это не секрет, основным уличным орудием цветных революций. Поэтому особое внимание мы уделяем молодежи. Надо искать точки соприкосновения с молодыми избирателями. Действительно, важный момент. Мы понимаем прекрасно, что молодежь под прицелом, вот такой слой населения. Как на данном этапе противостоять тому влиянию, которое пытаются оказать на наше молодое поколение? Ну, здесь вопрос стоит в целом о правовой культуре общества, политической культуре общества. Мы видим, как активно работают сегодня по всей стране диалоговые площадки самых разных форматов. Совсем недавно вот отгремела очередная наша уже традиционная для страны акция «Беларусь-одина», где в том числе эти вопросы обсуждались, и в которой участвовало очень много представителей, как раз таки молодежи нашей страны. Поэтому здесь важно показывать молодым ребятам, что их участие в выборах, не просто участие, а осознанное участие в выборах, оно напрямую зависит, от этого напрямую зависит их жизнь, их будущее, их судьба. И жизнь напрямую не в философском контексте, а напрямую. Почему? Потому что на Украине, когда выбирали президента, выбрали картинку, выбрали прекрасный фильм, интересный, комический, комический, комедийного жарна, который мы все смотрели, смеялись, улыбались. Это одна из форм психологического воздействия была на общество. Выбрали прикольного чувака с красивым галстуком или с классной прической, смеялись, улыбались. Сегодня не смешно молодежи украинской, потому что 500 тысяч молодых ребят домой пришли в цинковых гробах мамам своим. Это страшная цифра. И про это надо говорить молодежи. И надо не стесняться, надо показывать. Картинок страшных они в интернете насмотрелись, видят каждый день этого. Никто там ничего не рецензирует, все это им попадает. Нужно показывать правильные картинки, те, которые реально происходят с соответствующим информационным сопровождением. Почему так произошло? Почему эти флаги украинские реют тысячи флагов над могилами, над кладбищами в каждом украинском городе? Кто к этому привел? Что к этому привело? А к этому привело неосознанное, безалаберное отношение к своей общественно-политической жизни, в первую очередь к выборам. Когда человек, в первую очередь молодой человек, выбирал не головой, а выбирал, значит, с помощью, опять же, телефона и с помощью своих, значит, каких-то личных критериев, типа прикольно, типа классно, типа хорошо выглядит. Вот к чему это привело. Те, кто, многие те, кто выбирал, большому сожалению, там, у них уже сегодня нет. Причем кто же гибнет? В основном-то молодые на фронте. Поэтому про это нужно говорить ребятам. И вот из своего личного опыта, хочу сказать, что как раз вчера встречался со студентами медицинского университета, когда про это говоришь, вначале, может быть, такая достаточно закрытая обстановка, да, звучит, непонимание. Но когда приводятся конкретные факты, которые они все видят в интернете, а ты просто их раскладываешь, так скажем, по полочкам и говоришь, что к этому привело, значит, тоже, опять же, фактами конкретными, которые они, опять же, тоже знают, просто их надо разложить, чтобы у молодого человека картинка сложилась, тогда возникает и понимание. И поэтому наша с вами задача, это сегодня прямое общение с молодежью каждый день. И за дня в день, и в первую очередь, конечно же, личное общение. Это самый эффективный способ сегодня объяснить и донести позицию, что сегодня важно, что второстепенно, и к чему просто необходимо относиться, так скажем, со всем своим вниманием для того, чтобы не допустить необратимых последствий лично для вас, молодые ребята, и в целом для страны, для ваших родных и близких, для пап, для мам. Личное всегда оно, скажем, превалирует в человеке. Я имею в виду, когда речь идет о жизни человека и о других вопросах. Поэтому самый эффективный способ сегодня – это общение с конкретными примерами. К большому сожалению, негативных примеров сегодня достаточно. Причем у нас по периметру это не Ливия, это не Ирак, это государства, близкие нам, где живут родственники, где живут друзья, знакомые, куда мы любили ездить. Там сегодня беда. Почему эта беда происходит? Вот пример. Поэтому этот негативный пример нам, в хорошем смысле слова, надо использовать. Использовать для того, чтобы молодежь видела, к чему приводит безответственное отношение к общественно-политической жизни и выборам. Спасибо огромное. Продолжаем двигаться. Дальше еще одна тема до перерыва. Совместно белорусско-российское противодействие угрозам Запада. На данном этапе мы видим, что страны Запада продолжают политику усиления эскалации, наращивания угроз западным границам союзного государства. Польша и Литва ведут такую скоординированную, недружелюбную политику в отношении союзного государства, провоцируют кризис на его западных рубежах. Литва и Польша начали переговоры о создании совместного регионального логистического центра для боеприпасов американских реактивных систем залпового огня. Что происходит, на ваш взгляд, почему нагнетает ситуация? Ну, мы с вами видим, что Польша отдала фактически все свое оружие, старые образцы своего оружия, там в основном процентов на 80, это было, скажем, устаревшие на сегодняшний день экземпляры, вооружение отдало Украине. Сегодня ежегодно выделяется, вот в 2023 году они начали этот процесс, порядка 25 миллиардов долларов польским государствам на перевооружение. Ну, так, для сравнения, для понимания, это больше, чем, к примеру, годовой бюджет Республики Беларусь. Они такие деньги затрачивают только на оружие. Причем это не прямые деньги, это не прямой вклад, скажем, из бюджета. Это кредитные деньги, которые они берут, в первую очередь, конечно же, где в Америке. Ну, и там же оружие покупают. То есть тут у них идет взаимовыгодный процесс между элитами Польши и элитами, которые владеют военными корпорациями Соединенных Штатов Америки. Естественно, это не случайно. Их главная задача сегодня это, так скажем, держать нас в напряжении, они, естественно, второго фронта, они здесь не откроют. Возможности у них на сегодняшний день таких нет. Но, к примеру, Калининград будоражить, страшить, и даже попытаться его взять, они, безусловно, смогут. Поэтому для того, чтобы не пустить силы союзного государства на защиту территорий союзного государства, они как раз-таки сейчас усиляют их восточную границу. Ну, а для нас это западная граница. И дорогу они не случайно строят, значит, под видом социального инфраструктурного проекта из западной Украины в Белосток. Сейчас большую, масштабную, широкую, укрепленную. Заявляют о том, что это действительно важный проект, социально будут ездить люди. Это дорога для переброски, в случае чего, вооружений. Войск, значит, с территории Украины сюда, на границу с нашей страной. Поэтому, конечно, мы это все видим. Наши силовые структуры, наша армия, она на это адекватно реагирует. Самое главное, что наш противник понимает, что ответ для них будет неприемлем. На прицеле, значит, находятся соответствующие города, соответствующие военные цели, в первую очередь, конечно же, естественно. Поэтому, не дай бог, какая-либо провокация, или еще раз в истории сапог польского солдата или натовского солдата ступит без приглашения на нашу землю, значит, ответ будет такой. Ну, а поляки прекрасно понимают, что наша совместная с Китаем разработка реактивной системы залпового огня Полонез, они стреляют до 700 километров. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, вот это, конечно, я уже не говорю про ядерное оружие. Это, конечно, остужает голову многих генералов натовских и польских. И вот пока происходит вот это накопление сил. Но, опять же, мы должны с вами отдавать себе отчет, что польское военно-политическое руководство само себе не принадлежит. Есть Америка, которая координирует эти вопросы и ждет, что же будет происходить на Украине. Если там фронт посыпется, это будет одно развитие ситуации. Если он будет держаться, это другое. Но мы пока видим с вами, что каждый день, каждые сутки на 500 километров фронт движется в сторону Киева, в сторону, значит, запада Украины. Поэтому, конечно, им здесь необходимо искать варианты Б, варианты Д, что они и делают таким образом. Ну что ж, спасибо огромное. Приремся буквально на несколько минут в нашем эфире в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды, а затем вернемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. А в гостях у нас сегодня Сергей Кляшевич. Сергей, еще одна тема. Беларусь и Россия заинтересованы в едином экономическом пространстве, которое позволяет гибко и эффективно настраивать производственные логистические цепочки внутри союзного государства, повышая устойчивость экономик двух стран к внешним вызовам и попыткам экономической изоляции. На данном этапе для чего нужно, для чего необходимо построение единого экономического пространства в союзном государстве и к чему это в итоге должно привести? Ну, самая главная задача наша, это создать равные условия для субъектов хозяйства, не Беларусь и России, чтобы мы могли на таких же условиях участвовать в наших предприятиях в тендерах в России, но, соответственно, российские предприятия у нас. Это сегодня верх, вершина будет, так скажем, нашей вот этой кооперации, интеграции научно-промышленной, научно-технической. Поэтому, конечно, мы к этому стремимся. Пока полной такой кооперации нет, мы видим по определенным направлениям полностью открытые нам дороги, но где-то еще у нас, так скажем, есть варианты для того, чтобы проработать, где-то еще существуют припоны. Ну, это естественный процесс, когда государство защищает свои, так скажем, своего производителя, это еще присутствует, но все же, если мы движемся в рамках союзного государства по тем планам, которые определили лидеры наших стран, то постепенно это все должно сниматься, как, к примеру, вот, наконец, произошло с единым рынком энергоресурсов Беларуси и России, к тому, к чему мы очень долго стремились, то, о чем говорил президент, это такой один из символов и одна из побед союзного государства в наших, скажем, взаимоотношениях и интеграции. Поэтому, конечно, вот это сегодня вершина, на которую мы должны ориентироваться в наших торгово-экономических отношениях. Значит, что же касается... А, и второй вопрос тоже очень важно его обозначить. Это даже не сама цифра товарооборота, потому что, понятно, в современных условиях она может лавироваться, в том числе, к примеру, цены на газ или на нефть. Поднялись цены, товарооборот, естественно, тут же в цифровом выражении увеличился, потому что, естественно, мы один из основных источников импорта в Беларуси, это энергоносители. Тут очень важно соблюдать баланс. Если, к примеру, 50 миллиардов, то это должно быть то, что как раз сейчас, вот к какой планке мы подошли, 50 на 50. 50% это мы покупаем, 50% мы продаем. Тогда, конечно, здесь это будет приносить действительно взаимовыгодные эффекты и белорусско-российской экономики. И как раз-таки в этом направлении, по этому критерию, мы как раз-таки подошли к необходимой планке. И сегодня этот баланс, торговый баланс между Беларусью и Россией соблюдается. Он постоянно, скажем, растет. Поэтому это очень хорошо, это говорит о том, что мы на правильном пути. И каждый житель страны нашей может, в том числе и на себе, прочувствовать это, не сталкиваясь ни с какими экономическими потрясениями, даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. Все это, скажем, мы перекрыли, в том числе и в рамках наших торгово-экономических связей с Россией. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна тема в информационном поле горячо обсуждается. Ситуация на Ближнем Востоке. Вот опять же, что происходит, на ваш взгляд? Будет ли, скажем так, эскалация конфликта? И кому она выгодна? И выгодна ли в целом? Ну, я думаю, что, значит, на сегодняшний день, в рамках той общественно-политической, военно-политической обстановки, которая складывается в мире и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, мы знаем, что Израиль это ближайший союзник США, конфликта не будет, горячей фазы конфликта. Будут продолжаться террористические акты, будут продолжаться точечные, скажем, удары по территории Газа, по территории Ливии. Значит, Ливана и в других точках мира. Ну, то есть ситуация будет в такой, в тлеющей фазе. В тлеющей, до итогов выборов Соединенных Штатов Америки. Потому что, если на выборах победит Трамп, он без проблем переключит финансовые ресурсы, которые сегодня выделяются на Соединенные Штаты Америки, на войну в Украине, переключит их на войну с Хизбаллой, на войну с Ливаном и даже, возможно, на войну с Ираном. Трамп это сделает. Если же победу одержит, значит, кандидат от демократической партии, значит, Камела Харрис, тогда, естественно, финансовые потоки будут оставаться американские в направлении Украины и Израилю. Не за что будет воевать, потому что для того, чтобы начать наземную военную операцию, это в сутки, в сутки, прошу прощения, в месяц, необходимо 3-4 миллиарда долларов. Необходимо для того, чтобы вести войну наземную. Поэтому, естественно, таких ресурсов нет. Нужен спонсор. Спонсор может выступить с учетом экономики и с учетом интересов Соединенных Штатов. Как раз таки именно это государство, мы прекрасно это понимаем. Поэтому, думаю, что в ближайшее время горячие фазы наземной операции мы с вами не увидим. Ну что, спасибо огромное. Еще одна тема в завершении сегодняшнего эфира. Это на данном этапе действительно история, которая рассказывает о событиях 2020 года, о том, как планировали совершить в Беларуси кровавый переворот. Это откровение организатора заговора Юрия Зинковича в фильме «БТ. Убийственные заговоры». Вот цель Лукашенко. Вы знаете, такие серьезные вообще заявления. Не звучало это даже в суде, вот сейчас на данном этапе. Скажите, пожалуйста, почему нужно обязательно посмотреть такое видео? И что вскрывают те факты, которые сейчас видны? И вот опять же рассказывается от первых лиц. Во-первых, это поучительный урок для всех тех, у кого в голове были мысли сегодня неконституционным путем перевернуть власть на своей стране или просто дестабилизировать ее. Это на сегодняшний день и в целом, я уверен, мы не допустим, чтобы это было когда-либо возможно на наших землях, потому что, судя по рассказу вот этого предателя, преступника, экстремиста, мы видим, во что могла превратиться наша страна. Неподчинение, расстрел. Значит, несоблюдение их правил, которые они там между собой устанавливали, кучка маргиналов, расстрел, уничтожение, ликвидация, он про это прямо заявляет. Поэтому вот в какой хаос могла погрузиться наша страна. Для чего захват резиденции? Рассчитаться с, там, якобы деньги какие-то должны были находиться, рассчитаться с военными. То есть у них ничего нет. Они бы просто раздербанили нашу страну, разорвали на куски. Их, естественно, не интересует ни наша с вами судьба, ни упаси Господь, ни зарплаты, ни пенсии, ни больницы, ни школы, ничего. Это те люди, которые рвались класть. Естественно, их учить должна быть одна. Им никакого прощения. Значит, это должно стать примером для всех остальных. Кто, значит, сподвигается на такого рода действия со стороны, там, с помощью американских или еще каких-либо других спецслужб или еще кого бы то ни было. Результат у них будет один. Ну, а то, что этим людям не жалко ничего и никого, и в том числе Беларуси им не нужна, это всего лишь способ наживы, как минимум, для каждого из них. А как максимум некоторые маргиналы-неудачники просто хотели остаться в истории за счет жизней, здоровья и судьбы целого государства, то это, конечно, сегодня факт. И как раз-таки интервью этого преступника, значит, этот факт подтверждает сегодня. И если еще кто-то, хотя я не знаю с 2020 года, кто еще может сомневаться в том, что те, кто здесь сегодня пытался это организовать, и последователи их видят, этих преступников, что это могло принести Беларуси какое-то счастье или добро. Таких людей, наверное, не осталось. Если кто и остался, то, значит, либо от нехватки жидкого вещества, серого вещества в голове, либо от того, что человек, ну, просто не наш предатель, и вместо его в соответствующих учреждениях другого быть не дано. Потому что если вот такого рода вещи поддерживать, ну, это, по сути дела, выступать самоубийцей и ликвидацией своего государства. А где они спонсоров искали? В каких государствах? Он назвал тоже. У кого они хотели взять денег, он тоже назвал. Это что значит? Это значит, чтобы эти люди управляли бы нашей страной. И эти бы страны управляли бы нашей страной. Называлось Соединенные Штаты Америки. Для чего мы Америки? У нас нефти и газа нет. Мы все прекрасно знаем. Для того, чтобы мы воевали с Россией. Для того, чтобы эта территория превратилась в такой, в таран в их борьбе с Россией. Просто для того, чтобы нас тут убивали. И мы воевали вместо американских солдат. Для чего мы тому же Коломойскому, бандиту известному мирового масштаба? Тоже известно. И какая его роль сегодня в том, что происходит на Украине, тоже нам всем прекрасно известно. То есть это тут бы было в разы хуже ситуация, чем сейчас на Украине. Поэтому вот это правильно. И благодарность нашим журналистам, что они это показывают, не скрывают. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений у наших людей, нашего общества. К чему привозят подобного рода инициативы, деятели. И кто вообще за ними стоит. И что вообще, какие вызовы и угрозы на сегодняшний день перед нами. Какая их финальная цель и задача. Финальная цель и задача украсть у нас у всех счастье. Забрать нашу Беларусь, забрать наши жизни. Использовать нас в геополитической жестокой кровавой борьбе, которая сегодня развернулась на планете. Естественно, мы не должны никогда этого допустить. И информационный фронт, он очень важный фронт. И на нем как раз таки вот подобного рода экстремистов нужно демонстрировать с их позициями, с их, так скажем, планами. Чтобы у людей не было затмения в голове. Чтобы они, скажем, не покупались на подобного рода провокации. Чтобы не были они разведены, образно говоря, вот подобного рода махинаторами и преступниками. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании сбыточка.бай на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Лесвоблики Беларуси Сергей Михайлович Клишеевич. Спасибо огромное, Сергей, заемки и разговор. Всем отличное завершение рабочей недели. Хороших выходных и до встречи в буднях. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok